привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать математику и тема сегодняшнего урока рубль и копейка по плану мы сегодня с вами обсуждаем что же это за единицы рубль и копейка давайте с вами представим что нам нужно сходить в магазин мы пришли в магазин набрали всяких вкусностей свою тележку идем на кассу и что мы нам нужно сделать нам нужно наши продукты наши вкусняшки все оплатить чем мы будем пользоваться мы будем использовать деньги да а деньги в россии это рубли и копейки мы с вами можем увидеть монетку в 1 рубль выглядит она очень симпатично в одном рубле всего 100 копеек и именно такая связь до 1 рубль 100 копеек а 100 копеек это 1 рубль сейчас в российской федерации действует кроме монетки в 1 рубль у нас есть еще и копеечные монетки монетка в 50 копеек в 10 копеек в 5 копеек и в одну копейку если нам нужно копейками набрать один рубль то мы можем взять 100 монеток по 1 копейки можем взять например 10 монеток по 10 копеек или две монетки по 50 копеек и таким образом наберем 100 копеек то есть 1 рубль давайте с вами решим задачу вот у нас с вами две монетки одна монетка в 5 рублей одна монетка в 2 рубля всего две монетки а сколько рублей если мы посчитаем 5 плюс 2 это будет 77 рублей то есть две монеты а всего 7 рублей мы с вами расплачиваемся на кассе рублями а монетки монетки только показывают сколько рублей они обозначают давайте выполним такое задание вот у вас есть разные монетки копеечные вам нужно набрать например 26 копеек как вы это сделаете у вас только эти монетки есть давайте посмотрим 26 копеек но я могу взять 10 копеек еще 10 копеек 5 копеек и одну копейку и тогда я получу 26 копеек как нам набрать 65 копеек но вы можете взять 50 копеек 10 копеек и еще 5 копеек и тогда получится 65 копеек а как мне набрать 71 копейку мы берем 50 копеек 10 10 и еще одну копейку для того чтобы у нас получилось 71 копейка отлично ну что мы подводим итог мы сегодня говорили про рубль про копейку и сказали о том что в одном рубле 100 копеек а 100 копеек это 1 рубль у меня на этом все спасибо вам за внимание до встречи на следующем уроке пока